Девушки отдыхают Добрый вечер, уважаемые телезрители! Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать в бойцовский клуб! Надеюсь, вы помните, что только в бойцовском клубе на 10 девчонок по статистике один Виталька. Только в бойцовском клубе можно выиграть тысячу долларов и на радостях пробить две. Только в бойцовском клубе девчонки не парятся, если кто-то пришел в таком же платье, как у них. Ну, если этот кто-то не Дима Калиденко. В общем, рады вас видеть, друзья. Только не переключайтесь. Добро пожаловать в бойцовский клуб! Ну что же, кратко о схеме нашей программы. Участвуют четыре коллектива, которые борются за тысячу долларов. Конечно, по мнению коллективов, лучше было бы один коллектив и четыре тысячи долларов, но такие правила. Представлю жюри. Ваши аплодисменты. Этот человек никогда не слышал парикмахерской вопроса. Вам виски косы или прямые? Евгений Гошевой. А следующий человек, походу, не знает, что существует камера хранения, поскольку свой чемодан всегда носит с собой. Дима Калиденко. Если бы нашего следующего члена жюри звали Виталий, то сериал, в котором он снимается, наверное, звали бы Гарько. Гарик Мирча. Следующий член жюри Юрий Великий, братья Шумахеры. И хочу напомнить, что сейчас у всех наших прекрасных зрительниц в Инстаграме появится фото, как они достают из своих сумочек телефоны и благодаря нашему приложению голосуют за понравившийся коллектив. Ну, а самый лучший коллектив, то есть коллектив, который получит больше всех лайков от вас, пойдет на места для поцелуев. И кто же у нас сегодня там? Кто ждет счастливчиков? Давайте попробуем угадать. Даю подсказку. Это экс-солистка группы Виагра. Блин, это может быть кто угодно. Ладно, не будем париться. Приветствуйте Санта Невоблос! Добрый вечер, Санта! Ну и... Кто же сегодня будет веселить Санту вообще и нас в частности? Сегодня бьются... Километр Кимоно, Донецк! Здорово! Привет! Привет! Гостиница Киев, Кривой Рог! Эй! Юра Ботян! И коллеги Львов! Любитель Львов! Ну и сейчас попробую спросить у нашей принцессы, у нашей главной звезды, Санта. Чем сегодня будем поощрять победителя зрительских симпатий? Давай я сфоткаю с ними, а? В принципе, это может и Дима Калиденко, не знаю, как-то маловато. Что-то еще, может быть? Давай я песню свою спою. Да не, ну это может и Дима Калиденко. Что ты с Димой заладил? Ну давай тогда классика, поцелуй. Да это и Дима. Все-все-все. Пока мне чемоданом не прилетело, поцелуй так поцелуй. Первый раунд в бойцовском клубе. Эти ребята с западной Украины в Киеве на всех смотрят свысока. Может быть потому, что устроились монтажниками-высотниками. Встречайте коллеги Львов! Доброго вечера, доброго вечера, леди! Вас вітує Володимир Золо! Роман Габачило! Дуэт коллеги Министов! Львове! Мы показуем життя. Думаю, дівчата, ви всі прекрасно знаете, що хлопцям в 15-16 років треба тільки одного. Дикого жестокого секса. Отож, батько застукав своего сына, как он смотрел эротический фильм. А что, близкие друзья? Синок. А ты в школе яку мову учишь? Англійську. А что ты экзамену з німецькою готуешься? Ну, бать, я... Я, 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 дастись фантастиш, я тоже из кухни почув. Что, давно ты цікавишься азиатской культурой? Бать только начал. А я вижу, что не кинчу. Скажи мне, где ты то взял? Одноклассники дали. В твоем веке пора бы уже, чтобы одноклассники давали. Ну, то да. То раз. А по-другому что, батька не могло взяти? У меня того добра навала. Бать, а нафига тебе тільки сези? Как тебе пояснити? А, вот, уяви собі, что ты по глупості, по дурості, по малолетці. Женився. Та чё по малолетці, по зальоту. И купив собі велосипед. И вот ты ездишь на тому велосипеді. Понимаешь? Воно уже старе. Руль барахлить. Тормоза вообще не працюють. Седло о таке. Не. Ты мне хорошо скажи, ты вот, а, ты вот, якась маешь дівчинку якусь? Мені одна в школі подобається. Подобається? Так, так. Але які в тебе на ней плани? Ти би зараз все підряд. Звідки ти взяв? Я бачу, як ти на тузика дивишся. Короче. Запамятай батькову мудрість. Ага. Перед тим, як переспати з дівчиною, яка тобі подобається, мусиш переспати з десятьма ужасними. Тобто десять страшних і одинадцяти. То наша мама, то одинадцята. Друга. А одинадцята? Вже була після мами і повірше, і гірше. Нє батьки батько є. Друзі, ви знаєте, от ми десь знайомимося, так? В нічних клубах, дискотеках, фешн-клабах різних. А наші батьки знайомилися в клубах на танцях. Отож, уявіть собі. Львівська область. СМТ Рудно. Клуб танців. Доброго вечора. Доброго вечора. Можна запросити вас на танець? Можна. А вас як звати? Мене звати Андрій. А вас? Галя. У вас гарні вуса. У вас тоже. Андрію, а я бачу, ви тільки з армії вернулись. По формі пізнали. Пісюн стоїть. І де служили? Я служив в морфлоті. Боже, як цікаво. Ну і де ви плавали? В морфлоті кажуть, плаває гімно. А кораблі ходять. Ну і де ви плавали. А вашій мамі зять не треба? Да, моїй мамі, мужика треба. Ось стоїть, лежиться. Ага. Може, я вам запробую золотий ключик. Буратіно. А ти, моряк, дуже довго плавав. Давай одразу. Тархун. Ну то пішли. Я думаю, у нас нічого не вийде. В Радянському Союзі нема сексу. Ну так, я вас прошу. Скільки ж тут до польського кордону? Ну шо? Пішли. У мене мотоцикл з коляскою. Ява. Ява? То чеський? Чеський? То нахрена нам в Польщу? То не чеський, то уже не Союз. Можна і Каляська. Дякую, друзі. Лубе Миржово. Роман Гапачило. Твоєц колеги. Місто Львів. Колеги Львов. Як говориться, на каждого жогла найдеться свой Гапачило. Колеги Львов. Ребята, отличное выступление. Я вижу, что вам понравились и девочки в зале, и, конечно же, понравилась Санта. То через то, что вид нас идут флюиды любови. Да не, это потому что у вас песчаны стоят. Колеги Львов в отличной боевой форме. Не будем останавливаться на достигнутом. Второй раунд в бойцовском клубе. Эти ребята могли назваться по-разному. Отель Житомир, Куйка Места Конотополи, Хостел Жмеренко. Но они решили не выпендриваться. Поэтому встречайте. Гостиница Киев. Здравствуйте, друзья. Гостиница Киев. Только комфортные номера. Поехали. Ваши лошадные. И для начала во дворе на Позняках. Девушка. Девушка, ну чего вы плачете? Я не могу припарковаться. Тоже мне проблему нашли. Где ваша машина стоит? Вон там, вон зелененькая. Нормально припарковались. Я на Дарнице живу. Девушки, представьте себе, что когда-нибудь бензин на планете Земля закончится. Итак, на парковке. Молодой человек. Вот как бензинчик закончится, вы машинку не выбрасывайте. Бабуль, до 200 метров осталось проехать. Держи ключи. Так у тебя таврия, а пластиковые не принимай. Во время отпуска мы ездим на море, на пляже. Спасаю. Спасаю недорого. Может кого-то спасти. Молодой человек, почему спасаете? 15 гривен человек. А вот если такой плотненький, крепыш, то 20 гривен. Если Козловский тонет, это не ко мне. Это там коллега мой будет идти. Вы знаете, у меня жена сейчас тонет. О, это замечательно. Это великолепно, мужчина. Держите денежку. А у вас сотни. А у меня сдачи не будет. Давайте так. Я сейчас за пивом побегу. Разменяю. Прибегу к вам. И тогда вашу жену мы спасем. Все, давайте. Стойте. Давайте лучше водочки. Не цокай. Продолжаем. У сапожника. Вы знаете, я сразу к вам с претензией. Вы зачем к моим кроссовкам каблуки пришили? Ой, ну вы так тихо пришли в прошлый раз, я аж испугался. Если честно. Как я бегать не буду? Ну не знаю, как это так женственно что ли, элегантно. Вы дебил? Скажем так, мне есть к чему стремиться. Блондинка на заправке. 95-го полный бак. 95-го полный... Молодой человек, мне 95-го полный бак. 95-го нет. Бензина нет? Ну почему же? Есть 92-й, есть 80-й, есть дизель. Ах... Ну мне тогда бензин. Какой у вас объем? Третий. Бака какой объем? Полный у меня. Машина хоть у вас какая? А так вы бы спросили. Вот, пожалуйста, зелененькая стоит. Зина, иди сюда. Зина. Что такое? Разберись с клиентом. Фифа, покажи маникюр. Ой, тут максимум Дэо Лано. Залей полный бак керосина и гарей на всю огню. Договорила Дэо Лано? Договорила. Продолжаем. Парень с очень вредной девушкой на свидание. Ты меня не любишь. С чего ты взяла? Ты мне не звонишь. Позвони мне. Сейчас прямо? Да, я даже отвернусь. Ну что, ты трубку не берешь? Так я ж обиделась. И вообще мы с тобой никуда не ходим. Да мы в ресторане с тобой сидим. Это люди в ресторане сидят? А я хочу романтики. Ну пошли на Днепр, камешки в воду побросаем. Знаю я таких. Видала, сначала камушек бросишь, потом меня бросишь. Видела, видела. Как у тебя в телефоне записано? Кириллицей. Великолепно, Дима. Отлично. Дошутился. Все, я от тебя, Дима, ухожу. Так, я барышня гордая, он будет меня звать. Я не буду к нему возвращаться. Никогда. Лиза. Да. Ты сумку забыла. Козел. Девушки, гостиница Киев. Мы всегда рады вас видеть. Заселяйтесь. Гостиница Киев. Спасибо, ребята. Что скажет наше жюри? Жека. Да. Как тебе гостиница Киев? Знаешь, мне кажется, это пять звезд. То есть понравилось выступление? Нет, я бармену сейчас. Это пять звезд, я XO заказывал. Понятно. Спасибо, Евгений. Спасибо, ребята. Бармену тоже приветствую. Счастливого дня. До встречи. Спасибо гостинице Киев за прошлую ночь. Ну и ребятам тоже спасибо за выступление. Дорогие девушки, ищите нас в социальных сетях, следите за новостями бойцовского клуба. Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы. Давайте дружить. Раунд на бис – это как секс с бывшим. По-любому будет раунд на бис в бойцовском клубе. Добрый вечер, дорогие друзья. Снова вместе с вами трюк дойдет. Здравствуйте. Друзья, для нас выступление – это очень важно, потому что нас делегировал сюда сам мэр Смоленска и обещал, если мы хорошо здесь выступим, то он каждому даст по Эплу. Может, по Эплу? Нет, ну если плохо выступим, то точно по Эплу. Поэтому давайте начинаем! У нас в Смоленске обычно говорят так – «Родился на Смоленщине – будь строителем». Итак, на строительной площадке. Так, Михалыч, контуй плиту на меня! Еще! Стоп! Все, давай, сбрасывай плиту! Ну что, пронеслась вся жизнь перед глазами? Да! Вспомнил, куда чекушку положил? Да, пошли в бытовку! В бытовку! В последнее время стали безумными популярными суши-бары. И сейчас там можно увидеть порой даже вот таких людей. Значит, семга, форель, осетрина и креветка. Все правильно? Прикинь, ржавая, она всех пацанов с нашего района знает. Значит, малая, давай, тащи нам башку летучей рыбы, хвост летучей рыбы, брюхо летучей рыбы и плавники летучей рыбы. Череп нафига? Ну, хочу собрать, посмотреть, что эта тварь из тебя представляет. Даже у самых богатых и влиятельных людей есть простые обычные человеческие хобби. Итак, давайте представим. Ренат Ахметов на рыбалке. Не убивай меня, я исполню любое твоё же х... Поверьте, что в Смоленске живут уникальные мужчины. Очень часто они пропадают из дома на одну-две недели, а говорят своим женам, что их похитили инопланетяне. Но в этот раз инопланетяне, скажем прямо, украли не самый лучший экземпляр. Блин, Алифа. Охренел! По глазам вижу, что охренел! Так вот, если вы на нас нападёте, вам как-то знаю. Ты знаешь, что офицер русского спецназа способен задержать дыхание под водой на два часа. Уру-ру! Не веришь? Уру-ру! 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 Пф, короче, и вот так два часа. Мужики. Ну вы же мужики? Не, просто если ты баба, ты так в девках и останешься. Мужики. Мужики. Ти-ти, ти-ти. Ё-той. Пф, не, ну друг, у тебя конечно, урод. Ти-тэ, ну друг, у тебя конечно урод. Ти-ти. Ти-ти, а чё мне? А, нет-нет-нет, это и кот, жена вспоминает, волнуется, наверное. Алло, Нина, привет, меня инопланетяне похитили. Да, пьяный, но прикинь, так совпало. Бабы, о чем я? А, там, где клён шумит, над речной волной, ну, говорили мы, олимкрым сторон. Я, ну, классный мужики, классный, и ты, урод, классный. Одно, плохо, о вас рассказать никому нельзя. Пошли второй раз психушку, я не лягу. Друзья, ну, если быть откровенными, то, знаете, приезжайте все, абсолютно все, к нам в наш город, герой Смоленск. Знаете, какие у нас места? 132-е место в мире по уровню жизни. 86-е по уровню экологии. 257-е по уровню медицинского обслуживания. Но, второе, уверенное, постоянное место по уровню бандитизма на душу населения. Друзья, приезжайте. Приезжайте и не думайте, только приезжайте днём. Спасибо. Вы знаете, не случайно у нас в зале одни девочки, потому что не каждый мужик может этим похвастать. Третий раунд. А сейчас здесь появится человек, от которого мы узнаём, как плохо живётся на Западной Украине и как хорошо, что он приехал. Юрий Бадзян. Юра, Бадзян. Юра, Бадзян. Юра, Бадзян. Здорово вечером, Байцовский клуб. Вас витаю Юра Бадзян. И кілька актуальных новин. Поехали. Вчера в столице судья и двое его помощников приговорили литру Хенеси Сорока Ворона трошки заикалася, тому постойно варила какашку Святлана вдарилася в релігию и стали называть Святка Йогови Під час операції печенка алкоголіка Зенека роз'їла скальпель У шведській сім'ї хто рано встає, то і зверху Китайці готують на пару, італійці на оливкові олії, а українці на цілий тиждень, а потім можна буде ще перекип'ятити Петро так різко сів на шпагат, що порвав голосові зв'язки В Голландії позу 69 називають свій до свого по своє Хоча Ігор й був ботаніком, місні пацани його не чіпали, бо то, що вирощував ботанік Ігор, дуже подобалось місним пацанам Паспортистка Люда перед тим, як дати чоловікові дві години ганяє його по кабінетах Електрик Вася, пхаючи пальці в розетку, завжди казав – б'є, значить любить В Пакистані навіть проста трава росте якось веселіше А зараз в шоці, він садить на присадивній ділянці картоплю і буряк, а виростає картофіль і свікла Вася розгадав загадку вбивства Кеннеді, і тепер найбільшою загадкою є – хто вбив Васю? Інспектора податкової всі називали Пісєц, бо він приходив непомітно В результаті схрещення єнота і хом'ячка отримали звірка, який пхає за щоку то, що мав би полоскати У Львові відкрився новий гей-клуб Деруни Деруни – в нас пахне жареним Дякую, з вами був Юра Бальзар, спеціально для Бальцовського клубу Юра Мацян, Бернобиль Спасибо, Юрка, да бог с ними Санта, как жизнь? Супер Что скажеш, как выступление? Местами смешно, местами честно говоря не очень А не могла бы конкретно сказать, какими местами тебе было смешно и лучше их показать? Ну нет, так нет Спасибо И тебе за твои места Друзья, щирый украинец Юра Бальзян Человек, который может не боясь сказать правду даже Николаю Азарову А че, все равно тот его не поймет Юра Бальзян, ваши аплодисменты, Юр, как всегда отличные шутки Скажи, а есть у тебя шутки про членов жюри? Я не знаю, про Диму Каляденко есть, например? Нет Ну ладно, не бой, но тут у нас точно не слышат А, ну и я Ну давай тогда Кажут, что Дима Каляденко настолько сильно пчихает, что когда пчихает, то вертается на зовник Ну телек-то Дима смотрит Дима, привет, пчихай на здоровье Это чихает в смысле, да? А мы продолжаем, и самое интересное у нас еще впереди А именно четвертый раунд в бойцовском клубе По идее в составе этих ребят должно быть трое легионеров из Бразилии Встречайте, километр кимоно Донецк Ну что, девчата, заждались хлопы, мы начинаем! Совершенно недавно мы узнали, что Дима Каляденко дал денег своему сыну на очередную 14-ю татуировку, правильно? Именно этому следующей миниатюрой посвящается Представьте ситуацию в ДВшник в тату-салоне Так, ты татуировщик? Да Сюда подошел? Так Руку бойца видишь? Ну да Кали мне прапора на ней! Прапора Диму! Кали! Кали! Кали прапора! Танки кали! Кали огонь! Окопы кали! Кольчугу кали! Кольчугу не кали! Зачеркни кольчугу! Зачеркни я! ВДВш! Вьетнам кали! Огонь! Я по танку! Я в танке! Накололся! Наколол? Да! Да! Чё? Чё за херню ты мне наколол? Это чё такое вообще? Это ромашка! Ты чё, охренел вообще? На хрена мне здесь ромашка? Понимаете, она к вашим глазам подходит! Серьезно? Прям импонирует, да? Ну спасибо! А это за что? За ВДВ! Этот человек был, есть и будет! Где он сейчас мы понятия не имеем, но как-то все подзабыли Леонида Черновецкого! Наша команда решила вам показать случай из детства Леонида Черновецкого! Смотрим! Ленечка! Ленечка! Давай, значит, ложечку за маму! Ложечку за маму! Так! Ложечку за папу! Хорошо! Давай! За братика! За братика! Давай! Калюню! Так! Хорошо! За тетю! Давай за тетю! А ну сам попробуй! Бери! Бери! Сам давай! Попробуй! Попробуй! Друзья! Представьте! Молодой человек! Парень! Решил научиться танцевать и пришел первый раз в школу танцев! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Арсений Борисович! И я ваш учитель танцев! Да-да-да! Спасибо, что вы обратились именно в нашу школу! Чему вы хотели научиться? А что у вас есть? Ну, у нас есть сальса, самбо, свидетель на свадьбе, ча-ча-ча! Давайте ча-ча-ча! Ну, это хороший выбор! Представьте! Я жгучая бразильянка! Я приближаюсь с каждым шагом все ближе и ближе к вам! У меня длинное красное платье с нереальным вырезом! Подхожу все ближе, дышу глубже и вот тут беру вас! И ча-ча-рас! Запомни! Я здесь ча-ча-рас! Милые девочки уверены, что вам хоть раз в жизни дарили цветы! И чаще всего это происходило на праздник 8 марта! Давайте посмотрим, как готовятся к 8 марта продавцы этих самых цветов! Кто мы? Продавцы цветов! Не слышу! Кто мы? Продавцы цветов! По палаткам рассчитай! Первое! Второе! Второе А! Запомните! Завтра они вероломно и без предупреждения начнут наступать! Продажа должна идти бесперебойно! Продавать всему, что движется! И запомните! Пусть лучше загниет роза за 70, чем будет отдано врагу за 50! Это не учебка, это торговля! Вы должны быть готовы продать родную мать! Если она начнет цвести и плодоносить! Господи, мы же хуже немцев! Вот эта история! У меня нет денег, но я ее очень люблю! Не прокатит! 500 гривен за букет и не меньше! Товарищи реализаторы, они уже наступают! Приготовились! Мы что, торгуем? Подожди, подожди! Пусть чай поближе подойдут! Вот сейчас! Торгуй! Торгуй! Спасибо! С любовью, Километр Кимоно! Это были Километр Кимоно! Скажем этим ребятам из Донецка огромное спасибо! За то, что они, в отличие от большинства своих земляков, не остаются в Киеве, а едут обратно домой! Километр Кимоно! Километр Кимоно! Да! У тебя три «Да» и ты проходишь в Донецк! Не надо, не надо, ребят! Километр Кимоно, город Донецк! Завербованный! Отлично, ребята! Ну, а пока жюри совещается, я объявляю раунд гостей! И сегодня у нас в гостях братья Шумахеры! Совершенно верно! Ну, знаете, друзья, это название они получили за то, что очень быстрые, но их девушкам это не всегда нравится! Братья Шумахеры в бойцовском клубе! Братья Шумахеры! Братья Шумахеры! Добрый вечер, бойцовский клуб! Добрый вечер, друзья, братья Шумахеры! И снова мы! Снова у вас! Друзья, так или иначе, вы знаете, в наше тяжелое и смутное время каждый пытается что-то застраховать, кто-то страхует квартиры, кто-то машины. Дженнифер Лопес застраховала, скажем так, бедра, да? Ну, чем зарабатывает, то и страхует, можно сказать. Ну, друзья, в общем, представьте себе, что актер, который снимается в фильмах для взрослых, скажем так, для очень взрослых, тоже пришел в страховую кое-что застраховать. Здравствуйте. 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 Страховая компания? Да. Киевстрем? Киевстрах. Извините, да. Очень страшно, что вам угодно. Знаете, я хотел бы застраховать кое-что. Ну, как бы вам это так сказать, понимаете... Вы можете четко сказать, объект страхования что, машина? А, ну, в принципе, его можно назвать машиной, да. Так что вы мьетесь тогда? Ну... Как бы и сказали сразу. Давайте, вот есть стандартный договор страхования на автомобиль. Ну, а при жизни застраховать, мне нужно, так сказать, ознакомиться с объектом страхования. Давайте. Давайте сразу по пунктам. Первое. Аппарат новый. Ну, как вам сказать... Подержанный. Ну, можно сказать, поддержанный, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой пробег? Ну, где-то сотня будет. Сто тысяч? Не, ну тысячи-то вы загнули, конечно. Сотня чистыми? Ну, всякие бывали. Или наматывали? Не, ничего не наматывал, не. Не-не-не. Хорошо. Салон? Что салон? Кожаный? Ну, кожаный, да. Или заменитель? Не-не-не, кожаный, родной, свой, да, кожаный. Управление? Что управление? Ручное. Я спрашиваю, ручное управление? Знаете, я как бы стараюсь это редко применять, этим пользоваться. Понимаете, да? Хорошо. Царапины, вмятины были? Бывало, что царапали. А вмятины? Не, ну не до такого же. Лобовые столкновения были? В смысле, нам облоп? Ну, естественно. Ну, я, конечно, иногда импровизирую, но, знаете, я такая... У меня просто вчера клиент был, ему в задницу въехали. Правда? Да, не повезло парню. Жестко. Так, капремонт. Что? Капремонт был? Ну, честно говоря, было время, когда капало. Вот, ну я сделал ремонт, и все нормально, все в порядке, все хорошо. Красили? Что? Красили, спрашиваю? Не-не, натуральный цвет. Натуральный. Какой? Что, какой? Цвет какой? Ну, красный, синий. А, вообще-то красный. Ну, вы знаете, к концу смены уже бывает синий. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, объем какой? Ну, объем такой внушительный, такой, объем. Что внушительный? Мне нужно понимать, сколько у вас, 1,3 или 1,6? У меня 1,2. Это как? Ну, как у всех. Так, а какой у вас расход? Чего? Какой расход? Ну, литров. А, ну, 2 литра. За день? Не, за месяц, вы что? За день. Привод? Что, привод? Передний, задний? А, ну, в основном, передний. А задний? По желанию. АПЛОДИСМЕНТЫ Игей Бом, у вас что, 4 на 4? Ну, бывает 4 на 4. Но там не поймешь, где задний, где передний, кто там. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, хорошо. Какая вас интересует франшиза? Фран... что? Франшиза. Ну, это как маржа. А, как у маржа. Вы мне льстите, как у маржа. Это да, франшиза, как у маржа. Хорошо, от чего будем страховаться? А какие есть варианты? Ну, от третьих лиц. Знаете, честно говоря, я бы и от первых двух застраховался. От чего еще? От укусов. Можно? Каких укусов? В смысле, грызунов? Каких грызунов? Ну, бурундуки, не знаю, там, звери всякие. Не-не, мы животными не работаем, не. Так, хорошо, форс-мажор. О, это главный вопрос. Вы знаете, я бы хотел застраховаться, но... В общем, когда оно не заводится. Так, это не страховой случай. Попросите кого-то, пусть прицепят к вам крокодилов. Другой конец, к аккумулятору, разряд и все. Крокодилов? Извините, а можно как-то по-другому? Ну, попробуйте с толкача, я не знаю. В смысле? Ну, пару человек сзади пристроятся и толкнут, слушайте, ну как. Ну, знаете, честно говоря, сзади не хотелось бы. Да бросьте вы, все так делают. Ладно, последний вопрос. Год выпуска? Чей? Ну, не вас же, объекта страхования. А, ну так мы с ним одногодки. Не понял, какого вы года? Восьмидесятого. Так, а что вы с этим старьем возитесь? Могли бы уже новый купить. Что это старье? А этот куда? На металлолом сдайте, я не знаю. Сыну подарите, будет потом девчонок на нем катать, слушайте. Старье. Да он в отличном состоянии. Покажите, кстати, фотографию объекта мне, пожалуйста. Я просто хочу определить, потому что по вашему рассказу отличное состояние я не особо могу. Пожалуйста. Что это? Объект страхования? Так, а почему же вы не сказали, что у вас Ниссан Микро? Почему это Микро? А что это по-вашему? Туарек. Слушайте, вы у меня сейчас отняли столько времени, чтобы я застраховал этот Туарек? Ну да. Напомните, кем вы работаете? Я актер взрослых фильмов. Я тут подумал, может вам лицо застраховать? Зачем? Я вам просто его сейчас так отрихтую. Теперь забежу. Зачем? Зачем? Спасибо, друзья. Братья Шумахеры. Пока. Братья Шумахеры. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, настало время пригласить всех бойцов в ринг. И под ваши аплодисменты те, кто нас сегодня веселил. Встречайте. Километр Кимоно. Донецк. Гостиница Киев. Криворог. Ее роботиантер Нопин. Коллеги. Львов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а сейчас, пожалуй, самое не смешное выступление сегодняшнего вечера. Я даю слово членам жюри. Юра. Юра? Юра, да. Бадзян в смысле? Конечно. Это от тебя зависит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну я не могу просто так сказать, что Юра Бадзян. Потому что мне понравились все команды, которые сегодня выступали. И я считаю, что все сегодня были молодцы и красавцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Чёткое мнение от Юры. Спасибо. Гарик. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, во-первых, я хотел бы отметить то, что Вере очень хорошо и в длинном тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, молодцы. И передаю слово Диме. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно, Дима. АПЛОДИСМЕНТЫ Выделить кого-то сегодня нереально, потому что вот все на высоком уровне. Высший пилотаж. Я не знаю, что сказать. Всё теперь зависит от него. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я понял. Спасибо, Дима. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Жека, я надеюсь, ты знаешь, что сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто долго говорить не буду. Просто так развезли это всё. По 250 всем раздадим и всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, такое тоже иногда бывает. Сегодня нет конкретно одного победителя. Получается целых четыре. Что ж, поздравляем победителей. Ну а сейчас хотелось бы узнать победителя вашего, девочки, голосования. АПЛОДИСМЕНТЫ Санта уже заждалась. Вы знаете, кстати, Санта в переводе означает «святая». Давайте же узнаем, кто пойдёт исповедаться на места для поцелуев. Артём. Степан, ты знаешь, главное, чтобы о том, что произойдёт здесь, не узнал её парень, а то, возможно, и отпевать кое-кого придётся. Не дай бог, конечно. Да, но я не буду столь щедр, как и члены нашего жюри. Боюсь, этот балкон не выдержит всех этих мужиков, а вот мужчин из Донецка выдержит. Я приглашаю «Километр Кимоно». Они сегодня победили в нашем голосовании и отправляются на места для поцелуев. «Километр Кимоно» отправляется на места для поцелуев. Мы поздравляем всех победителей сегодняшнего бойцовского клуба. До встречи в следующий раз. Это был Степан Казанин, Евгений Кошевой, Стива Калиненко, Гарик Бирча, Юрий Великий, а также Таня, Катя, Лена, Оксана. Да, господи, времени не хватит. Давайте в следующий раз ещё увидимся, и я всех перечислю. Пока. До встречи в бойцовском клубе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok